Я включила запись. Запись пошла. Итак, давайте еще раз познакомимся с теми, кто меня не знает. Может быть, кто-то есть, кто сегодня впервые на вебинаре. Меня зовут Татьяна Фурсова. Я являюсь партнером компании Global Intellect Service. Уже три года занимаюсь продвижением продукта UDS. И на сегодняшний день уже держусь в топ-1. Восьмой месяц пошел, как я занимаю таблицу номер один по продаже лицензии. Поэтому есть чему поучить, есть что рассказать, как передать мой опыт. Потому что вы понимаете, что один раз это бывает случайность, два раза это уже не случайность, три-четыре дальше это уже определенная система работы. То есть я эту систему работы для себя поймала, сделала определенные выводы, все время нарабатываю что-то новое, все время обучаюсь. Поэтому моя задача поделиться с вами сегодня определенными фишками. Сегодняшняя наша тема – это продажи в мессенджерах. Это как раз то направление, в которое я сейчас максимально углубляюсь и минимизирую вообще любые встречи с клиентами. Так, все-таки я отключу чат. Хорошо? Так, все. Чат пока. Все-таки он меня отвлекает, чат. Вот, и поэтому, да, хотела рассказать именно про эту тему, про то, как легко и просто можно продавать в мессенджерах. Потому что я знаю, что многие до сих пор еще стараются максимально переводить клиентов на личные встречи, доехать до клиента, подождать, когда кто-то будет свободен, чтобы с клиентом провести Zoom, Skype. И почему-то многие пропускают вот эту тему, что можно легко и просто с клиентом коммуницировать посредством того же WhatsApp-чата и спокойно продавать даже без встреч и даже без Skype. То есть, например, там тот же тариф Lite я сейчас довела до того, так скажем, совершенства, что я его уже продаю буквально там 15-20-25 минут. Все зависит от того, нужна интеграция клиенту или нет. И все это даже без Zoom. То есть уже происходит продажа именно через переписку, через сообщение и через звонок уже по настройкам. Итак, сейчас можно уже часто услышать, да, когда клиент говорит, не звоните мне, пожалуйста, пишите, пришлите мне всю информацию. И поэтому я бы хотела, особенно для тех, кто сегодня в первый раз, я на прошлом занятии об этом уже говорила, пройтись все-таки, перед тем, как мы перейдем к инструментам, пройтись по определенным плюсам коммуникации в мессенджере. Первый большой плюс – это открываемость. Уже как бы есть цифры, уже есть статистика, что открываемость информации, например, в тех же имейлах, имейл-письмах, в том же, например, директе, да, если клиент холодный, если вы сами к нему, так скажем, стучите, она гораздо ниже, нежели открываемость в мессенджере. В мессенджере открываемость доходит до 80%. То есть это высокий очень уровень того, что вас точно прочитают и вас услышат. Второй очень важный момент и очень большой плюс – это всегда вовремя. То есть сейчас, в принципе, такое время, когда звонком можно человека вообще как бы ввести даже в раздражение. Я даже со своими близкими друзьями всегда, всегда договариваюсь о том, что я буду звонить. У нас есть дежурное слово, и оно работает и в семье, и с друзьями. Это слово «удобно». То есть мы всегда друг друга пишем. «Удобно» – это значит, я сейчас тебе хочу позвонить, тебе удобно. И это действительно, я считаю, уже такой определенной нормой. Редко я сейчас кому-то позвоню без предупреждения. В любом случае я человеку напишу сначала в мессенджер и спрошу, удобно ли будет для звонка. Поэтому мессенджер, информация в мессенджер – это всегда вовремя. Человек пришел в совещание, открыл, прочитал, все, ознакомился. Третий тоже очень важный момент – это эмоциональный контакт. То есть иногда, когда вы звоните, просто идет дозвон, человек вас не видит. Если вы пишете в мессенджер, то вас уже видят. По аватарке видят, по стилистике общения. То есть уже устанавливается определенный эмоциональный контакт. Ну и, понятно, этот эмоциональный контакт усиливается в переписке с помощью смайликов, с помощью эмоджи, передачи определенной эмоции. Где-то вы поставили улыбочку, где-то вы поставили, что вы, наоборот, расстроились. Поэтому как раз вот эмоциональный фон в WhatsApp-чате, например, очень легко можно передать. Четвертый большой плюс – это то, что быстро и просто можно донести любую информацию. В том числе скинуть видео, фото, чтобы не расписывать клиенту долго. Мы иногда говорим, слушай, давай я тебе вот проще сейчас просто сфотографирую экран. Смотри, вот стрелочкой сюда. У меня такое бывает с клиентами. Например, клиент, ну, не может он понять, либо он не хочет просто понимать, куда заходить в админ-панели, например, для того, чтобы настроить прайс. И если мне удобно, я сижу тоже у компьютера, либо у меня уже есть эта фотография, я могу просто отправить скрин, либо сделать фотографию о том, что смотри, вот здесь вот стрелочка, вот она ведет на прайс, вот там заполняй, все. Если бы этого не было, мы бы могли еще там долго, я бы объясняла, давай, вот слушай, зайди туда, потом туда, там нажмешь это, и тогда появится возможность заполнять. Поэтому здесь очень просто, можно донести любую информацию. Вот это то, что касается плюсов коммуникации в мессенджере. Есть, конечно, минусы, о них я могу сказать в конце. Если я забуду, напомните мне, пожалуйста, что я хотела рассказать и про минусы переписки в мессенджере. Так, итак, сейчас перейдем к определенным приемам. Я сегодня поделюсь четырьмя приемами, которые, даже нет, не четыре, больше будет семь приемов, которые позволяют увеличить конверсию в переписке. Первый прием. Смотрите, вот нарисована точка, и она переходит в знак вопроса. Этот прием я называю то, что максимально переводите точку в знак вопроса в переписке с клиентом. Я пронаблюдала очень много переписок наших партнеров, иногда ко мне обращаются, прям скидывают и говорят там, Тань, проанализируй, пожалуйста, что я здесь не так сделал и сделал. И я смотрю, например, идет переписка и все время идет просто повествование. То есть, по сути, вопросы клиенту не задаются. Старайтесь максимально каждый ваш тезис, каждое ваше обращение к клиенту закончить определенным вопросом. Это оставляет как раз для клиента шанс ответить вам на этот вопрос. То есть, чем больше просто повествования, клиент думает, ну, все, вот она мне все прислала. И, например, менеджер тоже сидит и думает, ну, все, я все сказала, у меня все, теперь клиент должен все сам решить и пусть он сам все покупает. Поэтому задавайте вопросы однозначно. Сегодня же посмотрите свои переписки с клиентами, с партнерами и пронаблюдайте, «Как часто вы оставляете знак вопроса?» Ну и понятно, да, там без фанатизма. То есть, здравый смысл и чувство юмора спасут мир. Обязательно тоже нужно соблюдать определенный баланс. То есть, там, где вопрос вообще неуместен, не нужно рожать этот вопрос. Второй прием – это правильная презентация цены. Вот прямо здесь идет живой скриншот того, как, в принципе, ну, не надо делать, да, это то, что может снижать конверсию, и, в принципе, после такого сообщения клиент может пропасть. То есть, вот, нате, пожалуйста, вам все тарифные планы. Хотите покупку или менеджер провоцирует на покупку и пишет 1200 долларов в рублях, примерно 95 тысяч, точка. Все. Разбирайтесь с этими ценами, как хотите. Вот такие варианты максимально избегайте. То есть, даже когда клиент просит выслать тарифы, здесь тоже можно поступить несколькими образами, да. Первый вариант. Возможно, вот как раз в этот момент нужно клиента выдернуть из переписки и, например, сказать, написать, да. Иван, я изучила ваши основные потребности, если вы действительно до этого их у клиента брали. Есть несколько вариантов по тарифам. Давайте обсудим по телефону. Все. Выдергиваем в этот момент клиента из переписки в телефонный звонок. В телефонном звонке вы уже говорите клиенту, вот то-то, 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 если вам важно это, 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 вот такой тариф. После этого вы можете еще раз в подтверждение прислать как раз описание тарифа, на котором вы остановились с клиентом. Вариант номер два. Можно не выходить из переписки и просто задаем вопросы, но они такие лобовые, да. Вот там я вам выслала тарифы, ну что, какой, какой тариф вы выбрали. В этот момент клиент, он может просто, ну, растеряться и, в принципе, пропасть из переписки. Поэтому здесь я рекомендую максимально вовлекать клиента в то, чтобы изучить еще и тарифный план. Многие же просто даже не открывают нормально этот файл и не смотрят, а что там вообще расписано и какое наполнение идет в тарифах. Поэтому здесь максимально короткими вопросами вовлекать. Например, Иван, функции, которые у нас описаны в максимальном тарифе PRO, они вообще актуальны для вас? Коротко, четко, ясно, вы не продаете в лоб, вы вовлекаете клиента в то, чтобы он сел и прочитал, что входит в тариф PRO. Дальше как раз можно обсуждать, да, в нормальной ситуации у клиента здесь возникают вопросы. Поэтому вот здесь тоже моя рекомендация, если нужно, если есть смысл, это выдергивать клиента из чата в звонок и потом обратно переходить в чат, либо оставаться в чате, но вовлекать клиента в изучение тарифов. Третий прием – это DM в КД, что значит длинный монолог, переводим в короткий диалог. Тоже здесь прямо вот справа скриншот того, что я вижу, как иногда переписываются наши партнеры, да. Например, клиенту все интересно, он заполнил опросник по выявлению потребностей, прислал опросник, менеджер сел, изучил опросник, все, все сходится, все классно, наш тариф идеально подходит клиенту. И все, и хочется все рассказать, прям много, да побольше. И вот все излагается в тексте, и кажется, что вот сейчас клиент как должен сесть, да как прочитать вот этот том «Войны и мира» и просто потом вам написать такое же ответное письмо и сказать «Да, да, я сейчас покупаю». Поэтому максимально старайтесь вот от таких простыней определенных отходить. Сейчас идет определенная борьба, да, за внимание клиента. Большие текстовые сообщения, они не воспринимаются. То есть клиент открывает, видит, что там простыня текста, он закрывает глаза и думает «Боже мой, я прочитаю это потом». У вас сообщение уже как прочитанное высвечивается, у клиента высвечивается, что он прочитал это сообщение, он потом благополучно забывает об этом, а менеджер может сидеть и думать «Что же случилось? Я же ему столько классного всего расписала, я же время потратила 30 минут на то, чтобы план составить», а он молчит. Поэтому короткими диалогами выводите клиента опять же в диалог. То есть вот эти вот длительные предложения, длинные, переводите в короткие. Например, вот эта же ситуация, да, клиент заполнил опросник, а менеджер изучил опросник и прям вот все, ей хочется все передать клиенту. Вот смотрите, вы хотите свой интернет-магазин, вот у нас можно сделать «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». И дальше пошло. А можно сделать по-другому. Клиент заполнил опросник, вы видите, ага, так, у него согласно опроснику стоит ключевое, что ему нужно запустить систему лояльности, ему нужно уйти от пластиковых карт, и ему нужна настройка рекомендаций. Все, можно ему просто написать «Вадим, добрый день, благодарю за анкету, изучила и вижу, чем могу быть полезна». И прямо отмечаем. Да, это же лучше читается, когда есть отдельное предложение на каждый тезис. Система лояльности, экономия на пластиковых картах, настройка системы рекомендаций. Это то, чем я могу быть вам точно полезна. Предлагаю выйти в Zoom на 15 минут, я покажу, как все работает. Удобно в 19.00 или 20.00 МСК сегодня, да, у нас четкий, короткий диалог. Все, на это клиент отвечает «Да, классно», либо он говорит «Нет, давайте там перенесем на другое время». И вот такими тезисами можно с клиентом коммуницировать. Относительно вопросов, которые писать клиенту, как правильно их составлять, я, конечно, рекомендую тренироваться. То есть не с первого раза эти вопросы все иногда приходят. Поэтому здесь методы тренировок однозначно. Рекомендую читать литературу определенную, либо смотреть видео на YouTube на эту тему. Очень много видео, продающие вопросы, правильная презентация. То есть изучайте максимально вообще, что есть в сети, там очень много полезного. Я, например, каждый день обязательно беру какого-нибудь спикера стороннего и всегда изучаю, у кого какие есть фишки. Хотя уже сама на этом, так скажем, большую экспертность наработала. Четвертый инструмент – это персонализация. Многие создают просто шаблоны определенные, да, там придумали скрипт, себе его сохранили и все. И этот шаблон всем клиентам подряд. Во-первых, если, не дай бог, в этом шаблоне где-нибудь звучит фраза «У нас индивидуальный подход к клиенту», а у вас просто идет шаблон, и даже, например, вы туда имя не подставили в начале этого шаблона, то это уже будет как бы, ну, обидно и смешно даже где-то для клиента. А я рекомендую максимально шаблоны под клиента все-таки редактировать. Во-первых, имя, имя любимое мое, оно обязательно должно быть. Обращайтесь к клиенту по имени. Если даже у вас идет уже заготовка, то все-таки сделайте акцент именно на его бизнес, да, если тем более вы знаете, какая сфера. Например, можно написать, там, Иван, да, у нас есть кейсы, кейсы в сфере быстрого питания. Мы учитываем нюансы вашей работы. Все, пошла персонализация. Клиент понимает, что вы в теме его бизнеса, что действительно у вас здесь есть экспертность, и вы действительно работаете с ним индивидуально. Пятый. Пятый пункт – это совмещайте чат и звонки. То есть об этом мы говорили чуть раньше. Я тоже рекомендую иногда клиентов выдергивать из переписки. Вот более чем уверена, что многие с этим сталкивались. Здесь бывают такие клиенты, которые тоже пишут большие письма, кидают большие голосовые сообщения. Ну, прям вот любят они общаться. И иногда с такими клиентами достаточно тяжело. То есть тут действительно бывает ситуация, когда лучше две минуты по телефону пообщаться, и то, что там уже неделю идет в переписке, решить именно в звонке. Но здесь тоже нужно очень правильно выводить клиента из переписки. То есть если вы просто, например, клиенту пишете, давайте я вам перезвоню, то клиент может вам сказать, зачем? Зачем? Мне и так все понятно. Пишите здесь, не надо мне никуда перезванивать. Все нормально. Либо есть другой вариант. Иван, вот здесь важно уточнить некоторые моменты, да, несколько моментов. Давайте я вас сейчас наберу. Удобно? То есть уже клиент понимает, ага, так, надо вот эти вот моменты какие-то определенные, да, там из контекста сейчас вырываю, допустим, там идет обсуждение внедрения с клиентом. И нужно уточнить моменты, да. Здесь однозначно клиент скажет, хорошо, перезвоните. Ну и плюс, опять возвращаясь к этому пункту, да, когда есть чат, есть звонки, вот эта вот эмоциональная связь, она становится еще сильнее. То есть в первом случае клиент вас видит, он вас чувствует по переписке. Во втором случае, когда еще в дополнении есть звонок, он слышит ваш голос. И это уже дополнительно накладывает определенный эмоциональный фон. Уже выстраивается уровень доверия другой, поэтому периодически выводите в звонок. Шестое, мое любимое, голосовые сообщения. Честно, люблю их, но очень аккуратно, особенно с клиентами, голосовыми сообщениями. Здесь есть определенные нюансы работы, и рекомендую прямо придерживаться этих нюансов. Есть, во-первых, минусы. То, что малосодержательные бывают голосовые сообщения. Что это значит? Часто человек голосом рассказывает гораздо больше, нежели бы он написал. Здесь есть много моментов, которые связаны с дикцией, да, кто-то, например, медленно говорит. Я считаю, что я иногда быстро говорю, иногда медленно говорю. И человек, который вас слушает на другом конце, может быть, он вообще откуда-нибудь из Краснодарской области, и там люди быстро говорят. А вы, например, из какой-нибудь другой области, где вообще растягивается информация. И, в принципе, вы разговариваете, даете много таких слов, которые бы вообще здесь были бы не нужны в этих голосовых сообщениях. Часто бывает, что то, что голосом звучит несколько минут, можно написать в одном предложении. Второй минус. Голосовое сообщение нереально найти потом в чате по ключевым словам. То есть, например, если в чате нужно что-то найти по переписке, можно задать ключевое слово и найти, где вы на эту тему общались. С голосовым сообщением вам придется переслушивать все, чтобы найти то, а когда вот вы обсуждали именно этот момент. Третье. Это бывает неудобно слушать. Особенно если там важный идет какой-то момент обсуждения тарифа или уже обучение. И вы клиенту отправляете голосовой, а он, например, в театре сидит, и ему неудобно слушать, и он начинает дергаться, и вы дергаетесь, что он не прослушал. Не все знают, что если поднести телефон к уху, то включается именно звук в ухо, а не общий динамик. Поэтому лучше спрашивать разрешение. Какие есть плюсы в голосовых? Иногда голосовыми, наоборот, можно больше донести информации. Например, много нужно писать, и вы понимаете, что то, что вы сейчас будете писать, это легче просто сказать голосом. Например, про настройки. Вас спрашивает клиент, а где мне настроить онлайн-оплату? И вы можете записать быстрое голосовое сообщение. Опять же, если вы договаривались об этом, что это уместно в вашем общении, вы можете записать, ага, админ панели, заходите, там есть в настройках такой-то вариант. Все. Опять же, плюсы, то, как со звонком. Эмоциональный контакт, определенное доверие. То есть, когда выстраивается вот эта коммуникация голосовых сообщений, то мы как будто бы уже разговариваем друг с другом. Где-то можно посмеяться, где-то у меня даже бывают клиенты, анекдоты рассказывают прямо в голосовом сообщении, передают там какой-нибудь фон, который рядом находится, шум моря. То есть здесь уже идет определенный уровень коммуникации, более доверительный. Как работать с голосовыми сообщениями, особенно с клиентами? Если внутри, например, там, с партнером, да, это допустимо, то с клиентами обязательно спрашивайте разрешение. Если вы хотите отправить, прям пишите в чат. Иван, можно я отправлю вам голосовое сообщение? Если вы получили разрешение, следите за тем, чтобы ваше голосовое сообщение не было больше, чем 40 секунд. Вот прям в идеале, если до 40 секунд, но не больше минуты. Где-то можно еще уйти за эти рамки, но не более минуты. Клиент вам может писать длинные, записывать длинные голосовые сообщения, но вы стараетесь максимально коротко отправлять клиенту. Вообще в идеале это до 30 секунд. Второе. Обосновать, почему вам нужно отправить именно голосовое сообщение. Чтобы это не смотрелось, что вам просто лень писать, вы можете клиенту написать. А вот этот момент я бы хотел вам передать через голосовое сообщение. Удобно, если я вам отправлю? Больше передам информации, да? Бывают иногда такие ситуации, когда клиенту нужно что-то срочно от вас получить, и, например, ему неудобно звонить, он, может быть, где-то вообще находится на отдыхе, и вы общаетесь только через WhatsApp. Это, кстати, тоже классный инструмент для общения, когда кто-то куда-то уезжает, и звонки, они в принципе неудобны, они неуместны, они дорогие, человек находится в роуминге, для этого у нас есть как раз чаты. Вот, и вы обосновываете. Можете сказать, я сейчас рулю, я еду в другой город. Удобно будет, если я вам сейчас отправлю короткое голосовое сообщение. Все. То есть, и третье – это просто ответить голосом на, например, голосовое сообщение клиента. Если клиент начинает перво общаться с вами голосовыми сообщениями, то есть, по сути, он вам дает определенное разрешение на то, чтобы вы ему тоже могли ответом отправить голосовое сообщение. Еще про голосовые сообщения. Многие тоже не знают, но я думаю, что здесь наоборот, те люди, которые знают про эту функцию, которая есть в WhatsApp. В WhatsApp она настраивается, ну вот, по крайней мере, на iPhone в настройках, есть опция, чтобы включить диктовку голосового сообщения. Вы можете включить вот этот вот микрофончик и надиктовывать сообщение, соблюдая знаки препинания. Например, Иван, запятая, добрый день, восклицательный знак. И то, что вы надиктовываете, у вас просто переходит в текст. И просто потом вы нажимаете кнопочку «Отправить». Это если действительно у вас нет времени, вы находитесь за рулем, либо неудобно писать. Можно надиктовать и перевести в текст. Седьмой пункт тоже очень важный. И я, к сожалению, часто наблюдаю у наших партнеров, что не следят за этим пунктом, а это важно. Можно перенести его даже в самое начало. Это красота спасет. Не просто мир, а красота спасет продажи. То, как вы красиво продаете, у клиентов зачастую, исходя из этого, складывается в принципе мнение о компании и о продукте. То есть если продажа происходит некрасиво по всем аспектам, у него может остаться такой осадок, что ну, ну что-то там прям вот, ну не очень. Поэтому следите. Первое – это ваш профиль. Если вы уже идете в это направление онлайн-продажи, у вас просто должен быть отточен профиль во всех мессенджерах. Описание профиля, имя, фамилия. Может быть, там более подробная информация о том, чем вы занимаетесь. Второй пункт – фото на аватарке. Пожалуйста, убирайте кусты вот этих вот кошек или там кучу детей вокруг, и я там обнимаю своего мужа, и мы счастливая семья. Если мы сейчас говорим про бизнес, то, во-первых, договоритесь дома со своей второй половиной, что вот у меня фотография, она будет в WhatsApp бизнесовая. На этой фотографии буду я, и, пожалуйста, не обижайся, что там не будет всей нашей прекрасной семьи, так как мне это важно использовать для работы. То есть договаривайтесь, и чтобы фотография была красивая, крупная, никаких цветов, никакого пустого фона. Человек, который получает от вас сообщения, по крайней мере, я всегда так делаю, мне приходит сообщение, я первое, что делаю, я даже не сообщение читаю, я открываю аватарку, смотрю, кто там за этой аватаркой сидит. Ну и понятно, за аватаркой должно быть ваше фото. У меня были такие случаи, когда я открываю, понимаю, что что-то какой-то мужик знакомый, какой-то слишком красивый, а потом сижу и вспоминаю, так это же Марат Сафин, это же теннисист, ё-моё, но это же не этот клиент. И тут ты начинаешь уже думать, так, хорошо, если он там испугался, свою фотографию поставить, может быть, он вам страшный какой-нибудь. Поэтому следите, чтобы фотография была ваша. Текст, орфография. Это прям вообще бич. Иногда и у меня. Я максимально стараюсь, когда пишу клиенту сообщения в мессенджере, я прям вот всё вокруг убираю и концентрируюсь на этом сообщении. Потому что мы все прекрасно знаем, что такое автозамена, что такое Т9, которому у земля будет пуховик. Уже давно там все слова похоронены. Поэтому следите за тем, что вы пишете, и обязательно соблюдайте определенные правила. Это имена, имена собственные, название городов, название компаний. Мы пишем с большой буквы. Соблюдаем орфографию, пунктуацию, выделяем абзацы. Клиенту очень удобно, когда не просто простыня текста идёт, пусть даже короткое. Даже короткое сообщение выделяйте прям тезисы определенным значком или определенным символом, чтобы клиент обратил на это внимание. Ещё бывает такое в мессенджере, когда вам нужно подсветить прям вот определенное слово, вы его можете взять в кавычки, и оно у вас тогда будет выделено. То есть там есть определенные примеры. Посмотрите, бывает, можно зачеркнуть слово. То есть выделяйте что-то. Пользуйтесь обязательно смайликами для выражения эмоций, но не перебарщивать. И смайлики, конечно же, должны быть уместные. Так, это то, что касалось семи пунктов, которые помогают увеличивать продажи в мессенджере. Обязательно сегодня прям посмотрите, проанализируйте свои переписки. Возможно, что-то уже кто-то сегодня поменяет. Я сейчас немножко покажу свой формат работы, как я клиентов перевожу в мессенджер, как я с ними там далее коммуницирую. Во-первых, обратите внимание, вот мой профиль в Инстаграм. У меня сразу идет прямая ссылка на WhatsApp. У WhatsApp, если кто-то вдруг не знал, есть веб-версия. То есть вы берете просто вот HTTPS, как обычно, WhatsApp va.mi, палочка, флэш, и свой номер телефона без восьмерки, через семерку. Можете забить в Яндексе, как сделать ссылку на свой WhatsApp. И вам просто эта ссылка сразу же выйдет самой первой. Поменяйте свой номер телефона, поставьте ее в шапку профиля, либо там, если у вас топ-линк есть, там нужно сразу сделать переход в WhatsApp. И когда, например, вы с клиентом общаетесь в Инстаграм, ему интересно, я уже об этом говорила, нужно максимально клиента выдергивать из соцсетей уже в личную переписку. Потому что там многое, что нельзя отправить, там теряется переписка, и там не всегда вовремя. Клиент не всегда сидит в соцсетях, а в мессенджере практически всегда. И бывает такое, что я клиенту говорю, давайте я вам в WhatsApp и пришлю всю информацию. Удобно? Ну, клиент говорит, да, удобно. Здесь есть два варианта. Я могу клиенту прям сразу же отправить свою ссылку на свой WhatsApp, да, и написать, перейдите, пожалуйста, по ссылке, мы сразу с вами окажемся в чате. Если я понимаю, что либо клиент не перешел, я, конечно, беру у него в шапке профиля там номер телефона и сама уже забиваю его в контакт в WhatsApp. И вот, кстати, вот эту вот штуку я иногда прям своим клиентам отправляю. До сих пор еще очень много клиентов, которые вот в шапке профиля пишут все вопросы и свой номер телефона, который не кликабельный вообще. Либо пишут, пишите в WhatsApp и свой номер телефона, и опять же, эта ссылка не кликабельна. Поэтому, кто этого еще не умеет делать, возьмите вот этот инструмент себе за вооружение, пусть у вас эта ссылка на ваш WhatsApp всегда будет под рукой, и клиентам тоже рассказывайте о том, что вот есть такие определенные лайфхаки, если особенно вы у него видите, что там все очень плохо. Своим партнерам можно рассказать. Так. Дальше. Я клиенту написала в Instagram, ему стало интересно, я его перевожу в WhatsApp, и я уже говорила всем об этом, что я всегда делаю, максимально стараюсь всегда делать, это триал-версию. Все. Я клиенту сделала триал-версию, и я ему уже в WhatsApp скидываю, ну, если мы с ним договорились, опять же, о том, что я ему покажу пример работы в его бизнесе, я ему уже в WhatsApp скидываю такую информацию, что ваша лицензия доступна, идет прямая ссылка на админ-кабинет, логин и пароль. И вот это вот все я разделяю таким образом, чтобы клиенту было удобно копировать каждую строчку отдельно. Я думаю, многие сталкивались с тем, что иногда, например, человек присылает номер карты, да, банковской, и пишет там перевод сюда-то. И все это отправляет таким текстом, что ты не можешь из этого текста вырвать отдельно номер карты, то есть копируется все сообщение. Поэтому максимально разделяйте все на отдельные предложения, чтобы клиент мог каждую отдельную строчку взять и скопировать. И обязательно клиенту отправляю ссылку на его веб-версию, чтобы он прям сразу же в моменте мог посмотреть, а как его магазин с его товарами выглядит уже в веб-версии. Так, дальше после этого у меня идут прям короткие вопросы. То есть отправила никаких вот этих вот длинных сообщений. Моя задача, если мы еще до сих пор не пообщались в Zoom, либо не сделали настройки, это максимально клиента подвести к этому. Я задаю прям короткие вопросы. Удалось ли ознакомиться? Есть ли сейчас вопросы? Какой удобен формат общения? Может быть, удобнее в Zoom, может быть, в Skype, может быть, удобно просто по WhatsApp созвониться и сделать настройки? Прям короткие вопросы, но которые клиента подбадривают. Это всегда у меня идет после триалки. Моя задача, как только я клиенту дала информацию, сделала триал-версию, это вывести его в Zoom, либо в WhatsApp, и обычно это составляет 15-20 минут. То есть у меня нет уже давно таких Zoom, которые проходят там час, полтора, потом еще вторую ссылку делаем на Zoom. Нет, я максимально до Zoom, я уже говорила, анализирую клиента, выявляю основные потребности, в коротких вопросах проговариваем какие-то моменты, и уже, по сути, в Zoom, либо в звонке у нас идут просто уже настройки. Очень часто сейчас у меня происходит следующее. Даже до Zoom мы не доходим. Например, там клиент говорит, ой, я устала, я не хочу ни видео включать, ничего подгружать не хочу. Татьяна, давайте мы с вами по телефону настроим. Я раньше не понимала, как настраивать по телефону. Ну как, нужно же админпанель показать, на экран вывести. А потом, уже опять же из опыта, я поняла, что почему нет. Я говорю, окей, вы будете у компьютера, вы сможете быть у компьютера, чтобы быть в админпанели и пройти полностью по тем пунктам, которые я вам буду говорить. И клиент говорит, да, я буду у компьютера, жду вашего звонка. Что я делаю в этот момент? Я звоню клиенту и становлюсь его глазами. Конечно, у новичка, наверное, это не получится сразу, да. Но у более опытного и у человека, который в этом процессе живет, это уже будет просто на подкорке. Я вот уверена, что у тех, кто давно занимается нашим продуктом, много продает. Каждый может спокойно, не глядя в админпанель, клиенту настроить полностью всю админку. Тут еще очень важный момент. Когда я делаю триал-версию, у меня было обучение в воскресенье, я максимально стараюсь там уже настроить информацию, чтобы клиенту было уже просто ориентироваться в админке. То есть я уже в каталог закидываю несколько товаров, публикую каталог, делаю уже веб-версию непосредственно, например, там с доменным именем клиента, доменное имя беру из Инстаграма, из его названия. Настраиваю бонусную программу, все ссылки, все подключаю, акцентную кнопку подключаю, чтобы когда клиент зашел в админку, он уже не просто искал, где настроить, а он уже видел, что есть определенные настройки и мог просто откорректировать эти настройки. Все. Вот так уже происходит гораздо проще. Ну и плюс рекомендую всем хорошо знать админку, чтобы вы могли помочь клиенту настроить ее в любом режиме времени, даже если вы не находитесь у компьютера. Вы должны быть глазами клиента и просто закрытыми глазами ориентироваться, как вот в фильме было «Ход королевы», да, когда она ложилась спать, поднимала глаза на потолок, и она видела всю шахматную доску и прям уже смотрела, кто, как, какая фигура может ходить. Вот то же самое у меня происходит в админке. Я по телефону клиенту говорю, так, ага, слева, третья, сверху, кнопочка, нажимаем, дальше проходим, переводим глаза в верхний правый угол, там есть вот это, вот это, вот это. Вчера у нас с клиентом была еще настройка, интеграция с Эватором. Я была не у компьютера, это был телефонный звонок, и я просто клиенту говорю, админ панель слева внизу раздел интеграции, нажимаете, нажимаем. Перед вами открылись варианты интеграции. По середине, средний столбик, в центре, 11 или 12 пункт, это интеграция с Эватором. То есть экспертность уже до такой степени доходит, что я даже знаю, где какая интеграция лежит. И клиент говорит, да, все, я нашла. Говорю, открываем, там идет 4 слайда, первый слайд то-то, 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 делаем это, это, это. Так, это я рассказала про Zoom, который длится очень короткое время, 15-20 минут, мы делаем все настройки, все, после этого я клиента отпускаю, у него идут 7 дней, 7 дней, это реал-версия. Как я коммуницирую с клиентом эти 7 дней? Тоже этот вопрос мне задавали. У меня есть определенная схема, она, конечно, я вам рекомендую без фанатизма, то есть у каждого все равно будет своя система работы, ну, это, по крайней мере, то, что я стараюсь использовать, если клиент вдруг не проявляет сам какой-то дополнительной инициативы. То есть если клиент все 7 дней со мной сам на связи, каждый день там ту-ту-ту-ту-ту, то да, я его не торможу и не говорю. Так, Иван, вы знаете, вообще-то сегодня по графику мы с вами не общаемся. Завтра. Но чаще всего стараюсь придерживаться вот этой схемы 6-4-2-1. То есть, понимаете, да, от 7 дня мы пошли, сделали триал-версию, проговорили, прошел зум, у клиента есть период, когда он еще должен сам разобраться в настройках, и что обычно происходит на 6-й день, на следующий день, после того, как у нас триал и прошел зум, зум максимально старайтесь быстро провести, вот сделали триалку, либо прямо под зум делайте триалку. Если договорились сначала на зум, то перед зумом делаем триалку. На следующий день, на 6-й обратный отчет, я обязательно клиенту в дневное время пишу. То есть диапазон времени общения – это все-таки там 10-11, но не позднее 7-8 вечера. Все зависит от часового пояса. Конечно, если клиент мне пишет в 9 вечера, я ему обязательно отвечу. Но сама в 9-10 я клиентам не пишу. Я пишу, например, Юрий, добрый день. По вчерашнему зуму вам удалось самостоятельно попробовать функционал? Коротко, закончила вопросом, вовлекаю клиента, жду ответ. На любой ответ практически там каждый клиент ответил. Я еще не открывал, я еще не смотрел. И да, я посмотрел вскользь. Отвечаем. Вам нужна моя поддержка? У вас есть вопросы? То есть вы должны обязательно с клиентом быть в коммуникации. Пропускаем потом один день, то есть клиенту нужно обязательно, может быть, дать передышку, если он сам не выявляет инициативу. На четвертый день обратный отчет. Я опять пишу. Как происходит ваше знакомство с продуктом? Какие есть вопросы? Ну, понятно, да, здесь добрый день. Обязательно там Юрий, добрый день. Иван, добрый день. Какие вопросы? Я на связи. Все, тоже жду, что ответит клиент. Какие-то, если есть вопросы, я отвечаю. Если нужно, звонок. Если, ага, у меня прозвонил будильник, значит, я уже начинаю выходить из лимита. Все, здесь тоже пообщались. Максимально оставляем открытые вопросы. Дальше второй, третий или второй день мы уже начинаем постепенно, не постепенно, уже закрывать сделку, да? Тем более, если мы на Zoom уже проговорили тарифы. Юрий, добрый день. У вас через два дня заканчивается тестовый период. Какие еще остались вопросы? Задавайте. Если вдруг вы понимаете, что клиент растерялся в тарифах, и он опять просит дать ему там информацию по тарифам, то здесь тоже можно написать, предлагаю обсудить тарифы, так как от этого зависят настройки. Вот на этот пункт я прям обращаю внимание, особенно тех, кто недавно работает, кто еще не в курсе. У нас есть тариф Lite. Тариф Lite подразумевает изначально в своих настройках 10 товаров, 10 товаров или 10 услуг. Когда мы даем 7 дней триал-версии, мы клиенту даем полный функционал. И если вы вдруг понимаете, да, исходя из разговора, что там, когда с клиентом вы общались и спрашивали, актуальна ли ему опция из ProTarifa, и вы видите, что клиент вам отвечает, что ему, в принципе, актуальна опция из LiteTarifa, и в момент 7 дней начинает тщательно заполнять прайс, остановитесь здесь в этот момент клиента. Если он, находясь на триал-версии, заполняет полный прайс, выходит за лимит 10 позиций, а на триалке это можно сделать, а потом по истечению 7 дней оплачивает Lite, то у него просто все, что он заполнял, у него это исчезает, и мало того, вот эти 10 позиций, они остаются в разнобой. Поэтому если понимаете, что клиент останавливается на тарифе Lite, обговорите это заранее, не ждите 7 дня, вы можете прям смело сказать. Я же верно понимаю, что вас устраивает сейчас тариф Lite. Окей, вы уже планируете заполнять каталог? Я понимаю, да, там уже, например, видите, клиент вносит товар. Клиент говорит, да, я планирую сегодня заполнить каталог. Тогда здесь прям можете сказать, есть определенные нюансы, да, или там предлагаю, можно я вам сейчас позвоню, есть определенные нюансы. Либо давайте я вам напишу. Смотрите, если вы останавливаетесь на тарифе Lite и заполняете каталог, тогда я вам рекомендую сегодня проплатить данный тариф, и я смогу, например, если клиенту нужен больше прайс, после оплаты расширить вам прайс. До оплаты вы прайс все равно технически даже расширить не сможете через службу поддержки, только после оплаты тарифа, чтобы у клиента не получилось так, что 7 дней прошли, он там заполнил кучу позиций, и потом оплатил Lite, и у него все пропало, и он сидит в бешенстве. А вы же понимаете, да, это фотографии подставить, описание сделать. Поэтому здесь предостерегайте такие ситуации за благовременно. Так, важный момент, я сейчас постепенно буду заканчивать. Это чувство юмора и здравый смысл спасут мир. Переписываясь в мессенджере, иногда все-таки используйте определенные шутки, особенно если с клиентом уже там определенное время переписываетесь, не первый день, уже в телефоне пообщались, уже и в зуме друг друга увидели, и где-то он там позволяет иногда себе пошутить, шутите с клиентами, будьте ближе, будьте откровенны, не придумывайте какие-то ситуации. Но это прямо вот моя рекомендация. Чем честнее, чем правдивее мы с клиентом, тем больше к нам доверие от клиента идет. Используйте, как я уже говорила, эмоджи, эмоции свои передавайте в переписке, но очень аккуратно. Бывают, например, такие клиенты, даже у меня такие клиенты бывают, которые начинают не чувствовать дна определенного, да, вот в этом юморе. То есть не уходите в эти дебри с клиентом. Если вам клиент пишет, а ты видела, а ты видела фото, видео дзюбы, да, ну просто напишите, да, все, видела, не надо мне переслать. Здесь все-таки дистанцию нужно придерживать. Если вам клиент пишет, все, вот он прям 100% написал, ну нет, ну нет, сейчас вообще не время, и вот в текущем моменте мне ваш продукт не подходит, обязательно держите его в инфополе. Раз в месяц какую-то информацию ему отправляйте, договаривайтесь о том, что, Иван, смотрите, я вас правильно поняла, вот в текущем моменте вам, в принципе, пока ничего не нужно, у вас там нет времени, или еще какие-то процедуры происходят. Нормально будет, если я вам через месяц напишу еще раз. Или, Иван, давайте договоримся, я буду вас держать в курсе тех изменений, которые у нас происходят в компании. И периодически клиенту, сами себе в календарик ставите, что вы этому клиенту раз в месяц отправляете какую-либо информацию. Так, я сейчас буду включать чат. Топ возражений, это прям такие, мне кажется, топчики и в мессенджерах, и не в мессенджерах, особенно в мессенджерах, потому что клиент может просто написать, поставить точку и молчать. Давайте позже вернемся к этому вопросу. Мне все понравилось, но не сейчас. Нам ничего не нужно. Сейчас я включаю чат, напишите, у кого клиенты так отвечают. Так, 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 так. Я потеряла, где чат включать. вот, я разблокировала чат. Если у кого-то встречаются такие возражения, можете поставить плюсики. Если сейчас будет 20 плюсиков, то я вам скажу, что произойдет дальше. Так, да, 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 в общем, есть. Окей, вот на эти возражения, топовые возражения, можете даже еще какие-то написать. Я запишу отдельный видеоурок, это будет не вебинар, это прям будет видеоурок по топовым возражениям и как их правильно отрабатывать, и как их отрабатывать в мессенджере. То есть без дополнительных там выездов клиентов, встреч, звонков, а именно как в мессенджере отработать вот эти возражения. Я думаю, что всем это будет актуально. Мои контакты. Если у кого-то нет моих контактов, я жду вас в Инстаграм, жду вас в Телеграм, в WhatsApp, можете писать, задавать вопросы. В Телеграм можно переводить? Да, в Телеграм тоже иногда перевожу, я всегда у клиентов спрашиваю, где удобно, Телеграм или WhatsApp. Из практики могу сказать, 99% клиентов говорят, что WhatsApp удобнее. Телеграм, там есть свои нюансы, есть большие плюсы в Телеграме, и есть определенные нюансы. То есть переписка может уйти далеко вниз, и вы просто потом будете тяжело искать, где вы общались с этим клиентом. Да, мы сейчас возражения не будем отрабатывать. Я сделаю записи этого видеоурока. Это будет уже не вебинар. Я просто сделаю видеоурок, как отрабатывать вот эти возражения по поводу того, что нам сейчас не нужно, мы ничего не хотим менять. А если надо будет урок по возражению дорого, тоже могу записать, он будет не длинным. Минусы коммуникации в мессенджере. Да, есть определенные минусы, их два. Первый минус. Человек может просто уйти в молчанку. Вы ему пишете, вы с ним пообщались, все классно, все нормально, как дело доходит до сделки, он просто пропадает. Вы видите, что он читает сообщение, но он просто молчит. Все. Ушел в молчанку. Молчу. Поэтому это есть определенный минус, и здесь нужно четко понимать, как с ними работать. Второй минус. Переписка может затянуть. Вот реально, бывают такие клиенты, которые любят месяцами прям переписываться. Там уже и триал-версия тысячи лет назад прошла, а он все выясняет, и выясняет, и вот такие вот письма пишут. И это не значит, что клиента нужно бросать, но вот бывают такие клиенты, которые очень сильно затягивают вот эту переписку. Вот это, наверное, таких два основных минуса. И когда вы видите, что слишком все затягивается, переводите в звонок. Ну, если пока с молчанами тоже отдельно, там целая система работы, как минимум нужно хотя бы позвонить молчану, как минимум. Позвоните и прямо скажите, Александр, добрый день. Это вот Татьяна, UDS. Слушайте, я вам пишу, пишу в WhatsApp, что-то нет от вас никак сообщения. Вы мне скажите, давайте вот прям как взрослые люди, вы вообще планируете в бизнес внедрять инновации, там, да, можно, может быть, поднять переписку, вспомнить, что вы обсуждали. Прям спросите в лоб клиента. Вы планируете? А то я вам пишу и не могу понять, я вам так надоело или что. Молчанов бросать? Нет, молчанов не бросаю. Никогда. С другого телефона не звоню. Никогда. Во-первых, у меня нет другого телефона. Это раз. У меня один телефон. Во-вторых, я считаю, что это ставит клиента в неудобное положение. Только когда вот прямо уже хочется, наверное, сильно-сильно постебаться, тогда, да, может быть, есть смысл позвонить с другого номера телефона. Так, ну что, друзья? Сейчас будем заканчивать. Так, я не остановила записи. Я сейчас остановлю запись и пойду. Согласилась? Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры.